Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. В привычном режиме в Республике возобновляется работа детских кружков и секций. Профилактический рейд. За качеством мяса на прилавках рынков следят специалисты. Счастье творить. В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка Никиты Сверчкова. Услуги дополнительного образования переходят в режим офлайн. Свою работу возобновляют кружки и секции. Кафе и рестораны могут работать до часу ночи. Такое решение было принято сегодня в ходе заседания оперативного штаба. Некоторые больницы вернулись к привычному режиму работы. Заболеваемость коронавирусом в регионе за неделю снизилась. С начала февраля регистрируются до 90 случаев в день. Сейчас на стационарном лечении находятся почти полторы тысячи человек, из которых 371 в тяжелом состоянии. Что касается ковидных коек, то их 2400. И расположены они в 14 медицинских организациях республики. Снижение показателей заболеваемости дает основанию уменьшить их количество. За прошедшие две недели убрали ковидные респектоля. В Канадской центральной районной больнице на 145 коек, в Мурмансской центральной районной больнице на 105 коек. И основной хирургический корпус Новочебасадской городской больницы, в принципе, 50 коек, в итоге сократили практически 600 коек за две недели. Планируется с сегодняшнего дня приостановить госпитализацию в Чебасадской районной больнице. Сможет уходить в 145 коек и практически в течение недели перейти в плановый режим работы. Возвращаются к обычному режиму работы и учреждения дополнительного образования. Количество школьников, заболевших ковид-19, не превышает 50 человек. Кроме этого, будет продлена до часу ночи работа кафе и ресторанов. Но все же есть еще районы, где ситуация по-прежнему остается напряженной. Среднереспубликанские показатели заболеваемости на четвертой неделе значительно превышены в городе Шумерля, Шумушинском районе, Порецком и Красноармейском районах. По сравнению с предыдущей неделей, взросло число больных рабочих профессий на 5%, а среди учащихся, служащих пенсионеров наблюдалось снижение заболеваемости. Среди заболевших сохраняется высокий удейный вес, неработающие граждане составляют 48-49%. Одна из главных задач, которую необходимо решить в ближайшее время – расширить круг тестируемых методом ПЦР. В этот список планируют включить и тех, кто находился в контакте с больными. Ольга Алексеева, Георгий Кривошейн, Республика. Вакцинация – один из эффективных способов защититься от коронавирусной инфекции. Особенно эффективен российский препарат «Спутник Ви». Это признали и в Европе. В Чувашии прививочная кампания началась еще в ноябре. Первую партию направили на защиту здоровья врачей. Массовая вакцинация жителей республики стартовала в начале января. Неделю назад пришла очередная партия – 12,5 тысяч доз. В феврале поступит в общей сложности 38 тысяч ампул. Сегодня наша съемочная группа побывала в прививочном кабинете Центральной городской больницы Чебоксар. Сейчас в республике действует 37 пунктов о вакцинации. Все они находятся в районных и городских больницах. Найти их можно также на портале кап.ру. Записаться на вакцинацию можно несколькими способами. Позвонить по телефону горячей линии 122 через портал госуслуг или позвонить в регистратуру поликлиники. Я записалась через портал госуслуг. Спустя сутки мне позвонили и пригласили на вакцинацию. Необходимо заполнить анкету, указать основные данные о здоровье, аллергические реакции и перенесенные хронические заболевания. Измерить давление и сатурацию. Затем осмотр у врача. Не контактировали? Придали ли сам болели? Нет. Перед кабинетом небольшая очередь. Прививку решили сделать и люди пожилого возраста. Николай Степанович говорит, что решил подстраховаться, чтобы не заболеть. Мне уже 78-й год. И все говорят бронхи, там большинство, а у меня вот они и есть болезнь. Нашу маску, все вроде ничего пока. А все, но боитесь. Но рекламирует же, ведь очень хороший спутник. Хороший, значит, надо попробовать. Вакцинация проводится строго по записи. Группа пациентов формируется заранее. Ведь каждая ампула вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК рассчитана на 5 доз. Размороженная ампула хранению не подлежит. С течения трех дней горячего ванна, горячий ванна, горячий душ. Не принимаем спиртные напитки, не употребляем. Холодно не пьем, не мерзнем. В центральной городской больнице привели 700 человек. Повторный укол делается через три недели. Спустя 42 дня формируется полноценный иммунитет. Поэтому после вакцинации важно продолжать носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Был небольшой недомогание, 4 часа и все. Я даже на следующий день себя лучше чувствую, чем в тот день, когда делал. И заниматься спортом, делать прививки и не будете болеть. Медики утверждают, что прививка от ковида убережет от инфекции. Особенно лиц старшего возраста. Готова была сделать прямо с первой партии. Но я понимала, что в первую очередь должны сделать эту прививку врачам, которые непосредственно отработают с больными. Я думаю, что это поможет избежать ковид-инфекции. И после прививки я себя чувствовала, ну вот даже хочу сказать, что хорошо. Никаких изменений явных не было. Сейчас в Чувашии вакцинацию прошли 6700 человек. Из них чуть более тысячи сделали уже обе фазы. Поэтому показателю республика занимает 58 место в России и 8 ФПФО. На заседании оперативного штаба руководитель Росздравнадзора по Чувашии Татьяна Аносова сообщила, что сложная ситуация с вакцинацией сложилась в Урмарском районе. 4 февраля из 160 поступивших доз первого компонента привиты только 100 человек. А вакцинация вторым компонентом пока даже и не начиналась. В республике развернуто 37 пунктов вакцинации. Пока не так много, как хотелось бы. В соседних регионах уже открыто в среднем 50-70 стационарных пунктов. Большая потребность в мобильных. Чтобы образовался коллективный иммунитет, надо привить не меньше 60% населения. Да, если брать мобильную бригаду, мы тоже пункт вакцинации на следующей неделе в торговом центре «Каскад» развертываем. И будет вакцинация всем желающим. Так что, если не получится записаться на вакцинацию обычным способом, можно сделать прививку во время шопинга. Совместить, так сказать, приятное с полезным. Пандемия внесла в нашу жизнь существенные коррективы. На плечи медицинских работников так называемой «чистой зоной» легла двойная нагрузка. Особенно сложно приходится травматологам и хирургам городской клинической больницы номер один. С тех пор, как больница скорой помощи стала красной зоной, в ГГБ номер один действует единственный на все Чебоксары круглосуточный травмпункт для взрослых. Здесь принимают пять врачей-травматологов-ортопедов, которые работают по сменному графику. В отделении функционируют два кабинета. Кабинет первичного и повторного приема пациентов. С начала пандемии травмпункт городской клинической больницы номер один принимает и жители Новочебоксарска. Их травмпункт тоже поменял график из-за коронавируса. «В среднем, по статистическим данным, у нас где-то в день проходило порядка 50-60 пациентов на суточном неотложном приеме раньше. То сейчас, конечно же, нагрузка возросла. Она достигает достаточно больших цифр. Это порядка 130-150 и даже более бывали пики». Всех пациентов с травмами скорая приводит в ГГБ номер один. Немало пациентов обращаются самостоятельно. «Врач-травматолог мне сказал, что у нас рентгена нет практически. Говорит, лучше езжать сюда, в Новоюжный». Медики подчеркивают, что рост травматизма – типичная сезонная ситуация. Зимой количество уличных травм в среднем в 2-3 раза выше, чем летом. «Гололед, снегопад и еще погода сыграла в свою шутку. Ледяной дождь был, поэтому травмы приходят и недельной давности. Кто-то не доходил сразу, но сейчас доходят. Поэтому количество народа так бывает увеличивает сейчас». Для того, чтобы снизить нагрузку, в травмпункт дополнительно направили 4 врачей из больницы скорой медицинской помощи. Организован еще один круглосуточный пост. Кроме того, на фоне снижения заболеваемости ковидом ожидается и снижение нагрузки на травмпункт. «С учетом снижения заболеваемости на сегодняшний день Министерством здравоохранения Чувашской Республики было принято решение о возвращении части медицинских организаций для оказания плановой медицинской помощи. То есть с 8 февраля Новочебоксарская городская больница частично переходит в плановый режим работы». Пока же врачи просят жителей республики беречь свое здоровье. Важно подбирать одежду и обувь по погоде, соблюдать правила безопасности на дорогах и при занятии зимними видами спорта. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Основные темы послания главы республики по-прежнему в числе самых обсуждаемых. Здравоохранение, культура, IT-отрасль, цели и перспективы в наших комментариях. «В 2020 год он стал таким прорывным для развития отрасли культуры. Действительно вложено в развитие беспрецедентный объем средств 3,8 миллиардов рублей. Теперь очень важно сделать все возможное, чтобы эти средства отработали на жителей республики, чтобы каждый почувствовал как в столице Чувашии, так и на селе, что есть результат. Обозначена также очень важная проблема – это синхронизация подготовки кадров к учреждениям образования в сфере культуры и в спотребностях как на селе, так и в столице нашей республики, в городах Чувашии. Нам нужно решить эту проблему в кратчайшие сроки. Послание было довольно емким, к себе содержат амбициозные планы. Все, что намечено в 2021 год, оно будет выполнено. Что касается отрасли здравоохранения, в частности, это и монетаризация первичного звена. Также будут продолжены ремонты, капитальные ремонты всех медицинских учреждений непосредственно запланированных в 2021 год. И закупка оборудования, и реализация национальных проектов. Ну и параллельно будем бороться с коронавирусной инфекцией». «Не секрет, что наша отрасль, IT, по крайней мере, испытывает большой, да и любая другая отрасль, испытывает большой кадровый голод. И мы должны эту ситуацию исправить отрадно, что у главы достаточно комплексное видение на этот счет. Он ставит задачу по созданию единых цифровых подходов по обработке данных, по формированию цифровых платформ, по комплексному переводу государственных услуг в цифровой формат. И чтобы граждане испытывали максимальные равные возможности по доступу к этим цифровым услугам. И, собственно говоря, все это дает надежду на то, что мы сможем в Чувашии вырваться в число лидеров, как мы однажды были интернет-столицей по Волжье, так и мы дальше станем цифровым, по-настоящему цифровым регионом. И, соответственно, это благосклонно скажется на нашей экономике». Чувашия развивает сотрудничество с экспертами консалдинговой организации PricewaterhouseCoopers в России. В Доме правительства прошла встреча с менеджерами компании, на которой обсудили приоритетные направления. Изучением состояния региона эксперты занимаются с сентября прошлого года. Они проанализировали налоговые поступления в бюджет, экспорт, состояние бизнеса и меры поддержки предпринимателей во время пандемии. По итогам мониторинга было предложено семь направлений взаимного сотрудничества. По двум из них достигнуты предварительные договоренности. Это привлечение прямых инвестиций в республику, реализация экспортного потенциала и работа индустриальных парков. «Мы понимаем, что они обладают огромной аналитикой, опытом. Если говорить об инвестиционном потенциале региона, то здесь не просто делается концепция, но разбивается уже в разрезе конкретных отраслей, подотраслей, направлений, сфер деятельности. Выстраивается работа и алгоритмы работы с методикой PricewaterhouseCoopers с потенциальными инвесторами, которые могут рассмотреть Чувашскую республику как потенциальную площадку для их производства, локализации их производства и дальнейшей работы». Кроме аналитического блока, эксперты предлагают коммуникационную поддержку. Они готовы привлечь реальных инвесторов в республику, провести с ними переговоры, помочь с подбором площадки для бизнеса и выстраиванием транспортно-логистической инфраструктуры. Глава региона предложил рассмотреть возможность взаимодействия и в части внедрения международных стандартов в области безопасности и качества медицинской помощи. Еще в конце прошлого года в ряде регионов страны резко обострилась эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней. В начале года вирус выявили и у диких кабанов в Красночитайском районе Чувашии. Сотрудники ветеринарного контроля и администрации Чубаксар принимают все меры, чтобы мясо животных, пораженных этим заболеванием, не попало на прилавки рынков. На этом талончике вся информация о продукции, какой вид мяса, его вес, производитель, дата и сроки хранения. Без них продавцы не имеют права реализовывать товар. Причем каждый покупатель может попросить показать талон и лично убедиться в свежести и качестве мяса. Альбину Осипову знают почти все жители близлежащих домов. Она работает здесь уже 20 лет и за качество своего товара отвечает. Мясо всегда свежее, всегда люди приходят, покупают. А зачем нам продавать не свежее? Скажите, пожалуйста, чтобы нам вернули обратно в лабораторию, чтобы был скандал? Нет, мясо всегда свежее. Но потом покупатели ко мне больше не придут, просто-напросто и все. Сегодня на территории России продукция контролируется системой Меркурий. Это как эгоист для мяса. Проверяются все документы поставщикам, но и визуальный контроль никто не отменял. Каждую партию свинины осматриваем прямо на транспорте при выгрузке. Осматриваем внешний вид, клейма, чтобы четкие были. Сразу по клеймам видно, из какого региона идет это мясо. Мясо осматриваем, на трекинолез исследуем. Только на этот рынок в день привозят почти две тонны мяса. Из них больше половины свинина. Кстати, если говядина и курица на наши прилавки поступают в основном от чувашских производителей, то свинина из других регионов. Поэтому ее проверяют особенно тщательно. Тем более сейчас, когда по всей стране зафиксировали вспышки африканской чумы свиней. Это было среди диких кабанов, обнаружено в дикой фауне. Африканской чумой свиней у нас болеют не только дикие кабаны, но также и домашние свиньи. Опасность заболевания в том, что оно почти 100% летальное. Вакцинации от него нет и лечения от него нет. Это огромный экономический ущерб свиноводству Российской Федерации в целом. Заболевание выявлено только у диких особей. Такие рейды одна из мер, чтобы оследить вирус как можно раньше, если он попал на свиноводческую ферму или в частное хозяйство. При нормальной эпизоотической обстановке проверки проходят один раз в квартал. Сейчас еженедельно. Юлия Важенина, Георгий Кривошеин, Республика. Час с министром. Проект под таким названием стартовал в Общественной палате Республики. О работе ведомства и планах на ближайшее время одним из первых рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимир Осипов. Около 67 дорог региональные и местные сети не соответствуют нормативам. Из 109 мостов 70% в аварийном и предаварийном состоянии. Значительное количество сел и деревень не имеют автомобильных дорог с твердым покрытием. Решить эти и другие проблемы планируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Мосты и путепроводы». Ключевым показателем национального проекта к 2024 году является следующее направление. Увеличение протяженности нормативных автодорог региональной сети до 50%. Увеличение протяженности нормативных автодорог местной сети Чебоксарской агломерации до 80%. 4,7 миллиарда рублей объем дорожного фонда в этом году. В планах ремонт 352 километров автодорог, строительство 18 километров проезжей части и 8 километров линий наружного освещения. На эти средства закупят и 27 камер фото-видеофиксации и внедрят один автоматический пункт весогабаритного контроля. Еще одна важная задача на ближайший год – ликвидация грунтовых разрывов на региональной сети автодорог. В текущем году планируется завершить разработку проекта по строительству автодорог межмуниципального значения, соединяющий Марпасадский и Козловский районы. Следующим приоритетным объектом ставим грунтовый разрыв между Аликовским и Красночитайскими районами. После чего планируется приступить к соответствующей работе в Порезгам и Красноармейских районах. После доклада министра все желающие могли задать вопросы. 31 марта у нас по плану должны закрыться все автовокзалы и автостанции. Не получится ли так, что вокзалы закроются, как у нас было несколько лет назад, и межмуниципальным маршрутом останутся стоять вдоль дороги? Этот вопрос обсуждался на уровне вице-премьера Краснова Дмитрия Ивановича буквально вчера. Есть желающие операторы, которые хотят заниматься этим видом деятельности. На сегодняшний день, насколько я знаю, уже 5 желающих операторов и сейчас будет осуществляться отбор. То есть там будут определены критерии, будут определены требования, на основе которых поменяется оператор. Но эта деятельность не закроется, и она будет продолжаться. Такие встречи общественная палата Чувашии будет проводить регулярно. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Правительство России приняло решение о переносе проведения переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года, сообщает РИА Новости с ссылкой на Росстат. Этот шаг продиктован эпидемиологической обстановкой в стране. Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Однако и эту дату власти страны считают преждевременной. Мы видим, что улучшение, конечно, идет во всех направлениях. Падают как показатели заболеваемости, так и показатели смертности. Потихоньку стремятся к нормальному уровню. Но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация, и нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет, отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. В сообщении Росстата отмечается, что к сентябрю ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как окно возможностей для проведения всероссийской переписи. В Чувашии завершился конкурс по разработке логотипа и брендбука года, посвященного трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. На суд экспертов участники представили более 40 эскизов. Напомним, что конкурс должен был завершиться еще в декабре прошлого года, однако комиссия приняла решение дать участникам еще немного времени. Всего свои работы представили 29 художников-дизайнеров из различных уголков страны, профессионалов и любителей. Мы не отказывали никому, были открыты для всех, для того, чтобы все это сделать. Кроме того, сразу же после того, как был завершен прием заявок, согласно положению конкурса, Министерство культуры подводит итоги, и мы обязаны опубликовать все полученные работы, для того, чтобы все участники увидели, что их работы дошли до нас, нас поддержали на связи РУ, и также вот эти все работы были опубликованы на таком популярном информационном ресурсе. Логотип будет располагаться на предметах одежды, сувенирах и печатной продукции. В ходе обсуждения в финал вышли три работы. Конкурсная комиссия постаралась учесть и мнение так называемой фокус-группы. Эскизы были представлены на суд молодежи. Напомним, многие школьники столицы Чувашии участвовали в сборе воспоминаний строителей оборонительных сооружений и тружеников тыла. В образовательных учреждениях прошло множество классных часов, открытых уроков и краеведческих конференций на эту тему. Важно, чтобы это легло на сердце детей. Мы как специалисты свой выбор сделали. Нас устраивают вот три варианта, но дальше надо дать выбор тому, для кого это делается. Мне больше всего понравился вариант номер один, потому что своей лаконичности и простоте он несет довольно такой крупный смысл. И лаконичность, она сейчас очень популярна молодежи, ведь что-то кричащее, ну не хочется акцентировать на это внимание. А вот в таком минимализме все очень ясно и понятно. Ученики пятой гимназии к единому мнению так и не пришли. И это вполне ожидаемо, ведь каждый эскиз находит свой эмоциональный отклик у зрителей. Обсуждение будет продолжаться в течение месяца в различных организациях и учреждениях. Логотип победителя разместят на сайте Минкультуры Чувашии. Ольга Семенова, Юлия Адюкова, Игорь Зверев, Республика. В селе Янгильдина Чебоксарского района открыл дверь и один из трех домов культуры, построенный в рамках национального проекта «Культура». Общественная жизнь кипит даже в маленькой деревне. Встретиться с односельчанами, полистать книжные новинки, посмотреть концерт, позаниматься в кружке. Для всего этого теперь есть место. Дом культуры стал творческим центром для жителей ближайших деревень. Много времени сейчас, вот уже сколько лет у нас отсутствовало, клуба не было, да, скажем. И вот то, что сейчас вот этот клуб новый построили, это для нас, для всех наших местных сельчан и окружающей среды, вот в окружении у нас тут сколько, 3-4 деревни, вот для нас это очень такой большой праздник, я считаю. И я думаю, тут сейчас у нас вот такую большую красивую библиотеку сделали и для школьников, и для односельчан. Здесь нет деления по возрасту, пеням и танцами с удовольствием занимаются и взрослые дети. Очень большая и удобная сцена, будем с удовольствием танцевать, петь, выступать, все очень нравится. Надеюсь, здесь будет очень много народа, все будет красиво, так же все останется через много лет, и здесь будет очень прикольно. В Доме культуры 8 помещений, зрительный зал рассчитан на 150 человек. Он оснащен оборудованием нового поколения. Теперь нужно решить еще одну задачу – найти педагогов и технических специалистов. Вроде бы и строишь такие замечательные объекты, но на сегодняшний день кадров не хватает. На самом деле от художества руководителя непосредственно, даже элементарно заведующие Дома культуры тяжело найти. И этот худруков получается, и звукооператоров и так далее. Проблемы постараются решить через увеличение зарплаты. Вариант работы клуба только в дневное время не рассматривается. Дон творчества будет работать и днем, и вечером. Здесь планируют организовать 10 секций кружков. О, ты-то не знает, круглый год она. Ольга Семенова, Павел Редков, Республика. Счастье творить. В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка известного деятеля искусства Никиты Сверчкова. Она посвящена 130-летию со дня рождения художника. Никита Сверчков – личность хрестоматийная. Он был одним из основоположников профессионального изобразительного искусства в Чувашии и создал немало произведений, иллюстрирующих культуру и обычаи чувашского народа. Заслуженный деятель искусства обучался в Высшем художественном училище при Академии художеств в Петрограде. Там он и познакомился со своим наставником. Никита Кузьмич был учеником Николая Ивановича Фешина, и все ученики пытались подражать своему учителю. Но, надо сказать, что Николай Иванович не поощрял это подражание, но всегда поощрял то, что ученики сами пытаются найти через цвет и поднять какую-то значимую тему в произведении. Так Никита Кузьмич, подняв тему Чувашской деревни, был поощрен Николаю Ивановичу Фешину. Автор с исторической достоверностью пытался передать не только особенности чувашской архитектуры, костюмов, ремесел, но и нюансы общественных отношений. Можно сказать, что он был художником-летописцем своей родины и отзывался на все значимые события в жизни земляков. На этой выставке представлено более 50 произведений, в числе которых очень именитые произведения, которые вошли хрестоматично и в альбомы, и во многие издания. Даже есть произведения, которые вошли в букварь. Мы стоим, например, на фоне произведения «Чувашская свадьба». Есть первый трактор, работа бронепояс Чуваши, также вручение акта. То есть такие хрестоматинные известные произведения. Выставка продлится до 28 февраля. Она, несомненно, привлечет внимание ученых, исследователей, учащихся школ и университетов и гостей столицы Чувашии. Ольга Семенова, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика. Это были главные новости пятницы, 5 февраля. Хороших вам выходных. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова